Приветствую, друзья! Ну что, вы видите все сами. Падение было куда более глубоким, чем могло показаться изначально. Все-таки пробили мы предыдущий минимум как на 8500, так и более ранний минимум вот здесь вот на 8200 и ушли уже за 8000 долларов. Поговорим сегодня на тему такой, можно сказать, спекуляции, но тем не менее, почему же все-таки происходит вот такое движение уже с 10500. Вроде бы мы прошли 9 и был такой органический рост и так далее. И есть у меня одна такая, ну можно сказать, теория. Она, конечно, имеет свои недостатки, но тем не менее, наверное, имеет свое место, право на существование. Ну а перед этим буквально пару слов о том, что нам ждать буквально в ближайшее время, потому что вопрос, почему происходит движение, он на самом-то деле вторичный, хоть и многих интересует. Куда важнее вопрос, что теперь с этим делать, как торговать, ну и так далее. В общем, как вы сами видите, очень-очень резкое и практически безоткатное движение произошло. И сейчас как будто бы мы застопрились на отметке где-то 7800. Но должен вам сказать, что лично я не питаю особых надежд на продолжение какого-то, вернее, на восстановление и на разворот вот этого падения в сторону роста. Во-первых, потому что в течение всего вот этого падения было достаточно много возможностей, чтобы остановиться. Были там и дивергенции, и много других сигналов, и по TD Sequential, и поддержки с стороны ордеров там на разных уровнях, и многое-многое другое. Я там писал очень много постов, что в Твиттере, что в Телеграме. Но ни один из них не отработал, что указывает на то, что тренд сильный, и, скорее всего, останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Кроме того, если мы посмотрим, скажем, на дневной таймфрейм, то при таком сильном даже движении, по сути, у нас не было даже особо объемов. То есть даже вот здесь вот на 8 тысяч долларов практически не вышло никакого сильного объема, никаких там стопов, понятно, повыбивало, но никакого всплеска, от которого можно было бы оттолкнуться, не было. Более того, сейчас вот начертил такой второй канал. Изначально мы, во-первых, вышли из вот этого нисходящего канала первого большого. Вот здесь вот был пробой этого канала. И теперь, можно сказать, формируется, конечно, тут сейчас там 2, максимум 3 точки внизу. Тем не менее, формируется еще один канал, и у него уже ниже наклон, чем тот, который был до этого. Кроме того, помните, вот такая фигура голова и плечи. Ушла цена за линию шеи, и, в принципе, вполне вероятно, что мы теперь дойдем до одной или другой цели. Промежуточная цель в 51% по Булковски, это где-то 7300. Ну и полная глубина паттерна на 6100. И 6100, знаете, это та самая зона ниже предыдущих минимумов, где как раз очень и очень много сыроточено стопов и, возможно, точек ликвидации, куда должна бы сходить цена, если уж мы говорим о таком глобальном снижении. Но, безусловно, это сценарий такой пессимистический, и по-хорошему, в принципе, такое падение должно хоть немного скорректироваться, ну или, по крайней мере, должен быть какой-то боковик. Так что, прям вот-таки отсюда я все-таки падения не жду. Хотя и здесь где-то я ожидал, что будет отскок, но, видите, его не случилось. Скорее всего, все-таки будет какая-то проторговка в боковике. Возможно, мы уйдем за уровень 8000, там протестируем какие-то предыдущие поддержки, которые теперь будут сопротивлениями. Но потом, пока мы теперь уже не перебьем 9200, скорее всего, никакого указания на ближайший рост у нас не предвидится. Кроме того, у нас есть огромный гэп вот здесь вот, да. Вроде бы как гэпы должны закрываться, да, по всей теории. Но у нас есть еще и внизу гэп, тоже его было бы неплохо закрыть, раз уж мы так близко, там, на 7700-7600. И, опять же, очень многие сейчас надеются на закрытие этого гэпа, то есть идут в лонг. И это, на самом деле, очень неплохая такая ликвидность для тех, кто пытается продампить рынок. Ну и, опять же, по Fibonacci, можете посмотреть, да, от минимума до максимума, мы ушли даже ниже 61,8%. Такая излюбленная точка для биткоина, как он часто от нее отталкивается. Сейчас мы ниже, ну и впереди 78,6, это 7300, как раз близко к другим целям, по другим паттернам. И можно даже найти вот такой фрактал, который я тоже, по-моему, упоминал. Тот рост, что был, ну, таким флагом бычьим, теперь флаг у нас медвежий. И, действительно, мы очень близко к завершению вот такого же движения, где-то на 7600. Ну, тут чуть пониже, возможно, ввиду сильной инерции. Ну и, конечно, сами понимаете, что чем глубже мы падаем, и чем резче это происходит, тем более выгодно вставать в позицию контртрейда. Однако, как правило, такие поступки очень часто приводят к тому, что вот этот вот летящий поезд сбивает таких желающих поддороговать контртрейд. Я сам делал несколько попыток войти здесь в лонг на тех же самых сигналах на отскок, но все они закрылись либо по стопу в безубыток, либо в небольшой минус. Все это я писал тоже в Телеграме, там в Твиттере может посмотреть. В общем, думаю, что пока от сделок в лонг стоит уж точно воздержаться и попытаться максимум, что сделать, это взять в шорт от каких-то ключевых уровней. Ну и где это падение становится, на самом деле, очень сложно сказать. Ну и теперь по поводу того, куда же и почему мы движемся вниз. Есть такая, значит, у меня идея. Ну вот вы помните, да, что было у нас падение с 6 тысяч, там 6,5 до 3,5 тысяч, до 3,2 тысяч. И потом, вроде бы как ожидалось движение еще ниже, но его не произошло. Мы стали пилить боковик. И после этого достаточно быстро стал, наступил рост, который двигался очень и очень мощными темпами такими. С 4 тысяч до 14 мы проскочили практически незаметно, не моргнув глазом. И все говорили, что это очень странный и очень быстрый рост. И в один момент было такое указание, что, во-первых, конечно, это стопы, да, очень много было стопов-шортистов здесь. Но в то же время ходили такие настроения, что китайцы скупают золото, там юань падает, и они пытаются как-то себя обезопасить от обесценивания своей национальной валюты. И вместе с золотом они скупают еще и биткоин. Ну и вот это вот тоже дало такое дополнительное топливо. Ну а потом как-то вроде бы продолжали бы они скупать и продолжали, но видите, ничего этого не развилось дальше. И мы увидели только движение вниз, сильная коррекция, которая на самом деле после вроде бы оздоровления и какого-то накопления внизу теперь у нас продолжается. И мы грозимся обновить минимум и пойти вообще неизвестно куда. Так вот, что я думаю на этот счет? Вот здесь вот, как помните, кроме китайцев был еще запущен глобальный проект Plastoken. Это такая пирамида, скам, которая получила в конечном итоге от своих пользователей, от своих доверчивых покупателей чуть ли не 1% от всего общего биткоина в его циркуляции и всего общего количества монет. И потом вот здесь вот этот самый Plastoken скаманулся и начал сливать эти биткоины. Были подтверждения там, транзакции и так далее. И распространено мнение, что вот это движение вниз с 10, там с 9 тысяч долларов, оно во многом связано как раз вот этим, с этой распродажей этих биткоинов, которые были у проекта Plastoken. Но продали они их не все. В какой-то момент вроде бы все это замедлилось. Ну и тут пошли какие-то откупы, вроде бы стали разворачиваться, ончейн положительный и так далее. Ну вот посмотрите, недавно появилась вот такая вот история, очередное расследование по этому Plastoken. В 7 февраля, это был твит, 13 тысяч биткоинов было распределено в течение 24 часов. И очень вероятно, что эти самые биткоины пошли как раз на распродажу по многим биржам. Ну и вот, вот к чему собственно это и вполне возможно привело. То есть, на самом деле, что вот этот рост, что вот это падение, что теперь вот это падение, оно не, ну его нельзя назвать каким-то органическим на самом деле, да. И вполне возможно, что биткоин должен был бы здесь копиться куда дольше. Но ввиду вот этой истории всей с Plastoken и с ажиотажем среди китайцев по этому проекту, цена резко выскочила вверх, как бы раньше, чем она должна. И естественно это привело к куда большей и куда более глубокой коррекции. И теперь все это продолжается и продолжается. И возможно, возможно, опять же это такая спекуляция, но крупным игрокам не было ни времени, ни глубины, чтобы собрать здесь ликвидность. И теперь, в принципе, их ничего не ограничивает, ничего их не сдерживает от того, чтобы опустить биткоин ниже и продолжать его собирать на более низких уровнях. Я, конечно, не призываю к тому, что биткоин будет стоить там 2000 долларов или 1000 долларов или того ниже. Но, но, тем не менее, вот вся эта история, она выглядит очень и очень неприятно. Докуда опустится в конечном итоге цена? Она, как говорится, только Сатоши Накамото известна. И все вот эти моменты связаны с тем, что очень много было сигналов на вроде бы как разворот, что здесь, что вот здесь по ончейну, ну и так далее. Они все говорят о том, что технический анализ нас подводит во многих таких случаях, как раз когда появляется вот такое вот событие, которое неконтролируемо. Ну и плюс сейчас, знаете, сейчас коронавирус, рынки падают, там S&P, Dow Jones, все они очень-очень здорово просели. Вот эта вот свечка недельная была чуть ли не самой глубокой за всю историю ценообразования S&P. Ну и так далее. Золото, в общем, все-все падает, все рынки в страхе. Ну и биткоин не исключение, так как капитал везде один и тот же. Он куда более рисковый актив, чем рынки ценных бумаг, чем золото и прочие драгметаллы. Поэтому те люди, которые имеют его в своем портфолио, они избавляются от него еще быстрее, чем от стандартных каких-то традиционных активов. Поэтому, друзья, будем следить за рынком ценных бумаг, за традиционными активами и как они будут себя дальше вести. Если будет хоть какой-то шанс на продолжение движения более глобального вверх, то, возможно, и биткоин постепенно-постепенно начнет разворачиваться. Но вот эта вся история с пластокеном, она, тем не менее, внушающая, по крайней мере, опасения. Недельный таймфрейм, как сами видите, выглядит ужасно. Три красные свечки. Эта неделя только началась, но она обещает быть тоже красной. Помните, может быть, несколько недель назад я говорил, что MACD у нас переходит в медвежью фазу. Вот эта гистограмма стала снижаться. И сейчас мы образовали вот это вот медвежье пересечение на MACD. Ну и много раз было, что вот здесь, что, скажем, вот здесь, вот, да, перед падением 6 до 3, такие же медвежьи пересечения. То есть MACD у нас как вот в этом моменте показал, ну, можно сказать, сигнал, предваряющий движение рынка, так и сейчас подтверждает его. Если будем двигаться теми же темпами, я, конечно, понимаю, да, что все индикаторы это лишь отражение цены, но, тем не менее, если будем двигаться теми же темпами, то цена будет продолжать падать. Так что, друзья, будем, конечно, надеяться на лучшее, но, тем не менее, стоит принимать во внимание все возможные сценарии. Ну, будем, конечно, ловить какие-то глобальные сигналы, которые уже сейчас более или менее разумны только на больших таймфреймах. На коротких очень много было возможностей сцене развернуться, но все они были проигнорированы. По поводу сделок на SnapEx, которые я делал, тоже никаких обновлений делать не буду, потому что, как я говорю, все они закрылись либо в небольшой минус, либо в безубыток. Поэтому хвастаться тут нечем. Вместо этого хочу вам еще раз, как и в прошлом видео, показать вот такую новость от этой платформы о том, что они будут делать конкурс на торговлю на демо-счете. В этом конкурсе вам ничего не нужно, никакой заводить депозит и так далее. Просто зарегистрироваться обязательно по ссылке, которую вы найдете вот в этом вот документе, будет в описании ссылка на этот документ. Ну и каждому участнику будут начислены 10 тысяч виртуальных USDT и будут, соответственно, проходить вот этот конкурс с 11 по 13 марта. Те, кто будет торговать, получать наибольшую прибыль, соответственно, первое, второе, третье места разделят 300, 200 и 100 долларов. То есть не вкладывая ни копейки реальных денег, вы можете получить реальную прибыль и попрактиковаться в своей торговле. Так что всем желаю удачи. Друзья, нам нужно набрать 50 человек или больше, чтобы запустить этот конкурс. Поэтому убедительная просьба. Всем, кому интересно, не поленитесь и зарегистрируйтесь. Кстати, я читаю комментарии, там у ребят, у кого-то не начислены были бонусные баллы. Все, кто по ссылке приходит, получают 1000 бонусных очков Snap. Там около 10 долларов получают с 10 USDT при конвертации. Если вы их не получили, друзья, пишите мне в Телеграме в личном сообщении, мы разберемся, добавим вам эти самые очки бонуса. Ну а теперь будем ждать развития событий с ценой. Хотел бы вас обрадовать каким-то положительным видением текущей ситуации, но пока, к сожалению, ничего конкретного сказать не могу. Так что будем ждать развития событий. Ну и у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели, друзья. Пока. Пока.